Всем привет, друзья! С вами я, Школьный Комик. И сегодня я хотел бы поговорить о загадочной персонажей Дзяга, а именно о Мистере Э. Можно сказать, это даже новая рубрика на моём канале. Сегодня в этом видео я поговорю о нём, кто он, о его характере, ну и так далее. Что ж, если вам зайдёт это видео, то, возможно, я даже сниму продолжение. Расскажу про какого-нибудь другого персонажа из Дзяга. Что ж, приятного просмотра. Итак, Мистер Э. Мистер Э — это один из командиров сыновей Гармадона, Ниндроид. Был известен своей жестокостью, мастерством в бою и тем, что он всегда прячет своё лицо под маской и ни с кем не разговаривает. Также его считают мастером меча. А ещё он заглядый враг Зейна. Теперь поговорим о его характере. Неизвестно, откуда он появился. В момент основания синдиката был завербан Киллу. Мистер Э — это запрограммированный на борьбу Ниндроид, способный владеть всем оружием. Идеально знающий рукопашный бой. Он даже в одной серии восьмого сезона «Лего Ниндзяга сыновья Гармадона» он одолел Зейна Бескантан. В рукопашном бою. И мастерски управляет байком. Он обогнал гонки самого Луида. А также не боится исполнить самые жуткие трюки — переворот в воздухе и съезд с моста. Мистер Э хладнокровен и жесток, ведь ему неведома человечность. Теперь поговорим о его внешности. Выглядит командир устрашающе, что порядком полезно для такого хитрого и злобного противника. Его оружие — это красная или алая катана. В его красных руках — байкерских перчатках. На его черном лице нет практически ничего, кроме его красно-белый глаз. На его голове — черный шлем с красным стеклом, а на его теле — черная куртка и штаны со значком с цифрой 103 и металлическими эблемами. А теперь поговорим о его истории. В неизвестный момент мистер Э был завербован Килоу и проименул к преступной группировке сына Гармадуна, где вскоре стал их командующим, отвечающий за успех боевых действий и похищение массы клони. Никто не узнал его происхождение и секретах. Однако он был хладнокровен, и мастерски командовал. К тому же был силен и ловок, что и обеспечивало ему уважение остальных членов организации. Теперь поговорим об его первом появлении. Его первое появление было в 8 сезоне Лего Ниндзя Гасыны Гармадуна в самой первой серии, которая называется «Маска обмана». И он в зеленом костюме и в зеленом шлеме вместе с другими байкерами похищал маску возмездия, которой он и будет владельцем. Как-то так. Он сражается с прибывшим Ллойдом и уезжает на своем уни-байке, скрывшись с помощью буквально солито на мотоцикле. Позже он собирается на Гармадуна для атаки. Что ж, ну и теперь поговорим о его смерти. Его смерть наступила в 9 сезоне Лего Ниндзя Газыны, примерно во второй серии. Просто я точно не помню, да и мне лень смотреть. Я лишь предположил. Итак, мистер Э и другие генералы Гармадуна были вызваны на базу группировки, на вершине башни Бурга, где Гармадон спросил, кто виноват в том, что они смогли захватить его сына Луида. Мистер Э, не боясь, делает шаг вперед и, несмотря на попытки Харуми объяснить, что они не могли предсказать прибытие других мастеров стихий, Гармадон поднимает его в воздух, чтобы разорвать мистера Э на куст на части, после чего он жестоко погибает. Ну что ж, а теперь поговорим об интересных фактах о нём. Мистер Э вообще никогда ничего не говорил, лишь посылал зашифрованные сигналы своим товарищам. Единственная серия, в которой можно услышать его голос, является эпизодом вопль покойника. По ранней версии сценария, мистер Э должен был оказаться Эхо Зейдом, но от этой идеи отказались. Ну, интересный факт в том, то что, когда Гармадон разрушал его, ну точнее уничтожил, то из него выпала пружина, очень похожая на то, что была у Эхо Зейна. У мистера Э на одежде есть символ, который при расшифровки. С языка ниндзяга переводится как английское Э, что отсылает на его имя. Как известный дневник о Харуме, она не знает, как мистер Э оказался у сына Гармадона и вообще значит Э. Вероятно, его происхождение так и останется тайным, ведь нам его так и не раскрыли. Мистер Э в Москве, один из восьмых персонажей, которые обладали четырьмя руками. Среди его, ну или среди них это саму Кай, Гармадон, гигантский каменный воин, генерал Козу, оверлорд в теле Гармадона, ну а также в форме Хрустального Короля и Надакан Сканджакан, ну да. Также у мистера Э на лице нет ничего, кроме его красных глаз, однако в комиксе в одном из журналов у него появляется рот. Скорее всего это просто была ошибкой. Что ж, как-то так, но, 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 это, ребята, еще не конец. Ведь вы, наверное, подумали, а как же шестнадцатый сезон? Ну, я про него не забыл. Все-таки, да. В общем-то, он появляется еще и в шестнадцатом сезоне. Вот только непонятно, то ли его воскресили, ну, точнее, починили. Вот только кто. Ну, ясно, что его, возможно, починила Хруми, как говорится, по-тихому от Гармадона. И вот он появился в шестнадцатом сезоне. Только уже не версии Мистер Э, а как версии Мистер Ф. Но кто-то считает то, что это вообще разные версии. Ну, я так не считаю, потому что хочется верить в его возвращение. Что ж, как-то так. А, ну и потом он во второй раз умирает в шестнадцатом сезоне в конце. В конце сезона. Ну, то есть в конце сезона. И, да, это его уже сливают два раза. И что я могу сказать напоследок? Мистер Э, ну или Мистер Ф, назвать его как хотите. Это вообще очень загадочный персонаж. Ведь он за весь сериал не произнес ни одного слова. Ни в восьмом по девятый. Ни в шестнадцатом сезоне. И это, однако, странно. Ну, а также он выглядит более тайно и загадочно. Откуда он появился? Кто его сделал? Ну, а также есть теория о том, что Мистер Э, это и есть хозяин. Как я и говорил несколько минут назад. Что ж, на этом мое видео подходит к концу. В этом видео я разобрал, кто такой Мистер Э, его характер и откуда он появился. Что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. И вы его поддержите лайком, комментарием, подпиской. Ну, и не забудете нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Что ж, с вами был Школьный Комик. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok